Всем привет! The Brush Семерочка и вот такие вопросы на повестке дня. Первое что? Хотелось бы узнать какие вас интересуют персонажи, вопросы какие у вас есть. Если они появились, пишите под роликом под этим. Я постараюсь сделать видео по тому или иному персонажу. Для начала то что есть у меня в заготовках. Это персонажи Пятый Элемент, Стражи Галактики и вот по миньонам в этом ролике хочу пройтись именно по ним. Есть вот такой канал на ютюбе. Парни зовут Тимур, ведет стримы, очень интересно, показывает как что сделать. Задавайте вопросы ему на этом стриме, зайдите, посмотрите. Канал молодой, в поисковике еще трудно на него попасть. В стримы у него понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье. Если успею выложить ролик до его стрима, сегодня в субботу, это в 15.40 вы можете зайти и именно поучаствовать в его работе. Посмотреть что он делает, какие детали, персонажи и так далее. На повестке дня вот такой миньон. И давайте рассмотрим как его сделать. Ну что, погнали разбираться. Зайдем в тулы, открываем сферу, вытягиваем ее, жмем Edit, Make Polymesh. Шифтом надо выравниваем. Смотрим Flour, нажимаем X, смотрим где у него будет симметрия. Смотрим, вот симметрия найдена, вот она. Вот с этой частью и будем работать. Flour можно отключить, Ctrl. Так, симметрию отключаем, Ctrl маскируем вот так вот вверх. Можно даже половину замаскировать. И с помощью Moff, все это дело вот так вот опускаем. Снимаем маску, Ctrl, левая кнопка мыши. И заходим в геометрии. Давайте Dynamesh всему этому сделаем. Смотрим сетку, все пойдет. Первая деталь готова. Заходим в Subtools и нам нужны теперь руки. Жмем Append, жмем Cylinder. Переключаемся на него. Заходим в Geometry, заходим в Size, уменьшаем. Прозрачность можно включить, кому нужна. С помощью Moff, все это дело можно вот так вот вывести вбок. Еще уменьшаем и с помощью осей вот так вот вытягиваем. Так, можно еще уменьшить. Если что-то больше будет, потом все это дело можно подкорректировать. Не беда. С помощью Moff приставляем вот к этой части. И заходим в Modify Apology, жмем Mirror and Well. И жмем Mirror and Well. Вот такая штука получилась. Это заготовка. Следом, что заходим опять в Append, опять открываем цилиндр. Переключаемся на него. Опять же повторяем Size в Geometry, уменьшаем. И с помощью Moff перетягиваем вот сюда вот так. Вот вы видите, как она стала. Это уже не порядок. Значит, нам надо открыть тело. Прозрачность можно убрать вот здесь вот. И с телом немножко поработать. Возьмем Moff. Вытянем. И немножко вот так вот можно сплюснуть. Вот таким делом. Так же можно замаскировать вот так вот. И нижнюю вот эту часть с помощью Moff немножко поджать. Вот так вот можно все это дело перевернуть. И с помощью Moff вот так чуть-чуть приплюснуть и увести уже вглубь. Чтобы нижняя часть была более сплюснутая. Вот так вот. Чуть-чуть даже можно где-то вывести вот таким вот образом. Снимаем выделение и делаем Dyna Mesh. Следом все это дело можно в Shift вот так вот выгладить. Уже нижняя часть у нас будет немножко сглаженная, приплюснутая. Вот такой вот получился вот такая вот заготовка. Так, следом переключаемся на наш цилиндр. И вот так вот сюда его устанавливаем. Следом делаем Geometry и делаем Modified Apology Mirror and Well. Вот так все это слишком далеко. Жмем Ctrl Z. И опять же чуть-чуть подтягиваем. И опять же Mirror and Well. Ну вот где-то так уже пойдет. Так, что нам теперь нужно сделать? Заходим в Append. Открываем сферу. Переключаемся на нее. Опять же повторяем Geometry Size. Все это дело уменьшаем. С помощью прозрачности, чтобы это все дело видеть, выводим вперед, вбок, как вам удобно. Вот так подставляем к ноге. И немножко еще уменьшаем. Теперь подставляем ближе. Уже непосредственно к ноге. Теперь все это дело с помощью MOF вот так вот можно вытянуть. И с помощью MOF вот так вот можно подвести. И опять же с Size регулируйте. Нога у Minion не сильно большая. Вот где-то так. Так, заготовка готова. Теперь включаем MOF Topology. Ставим кисть чуть-чуть побольше. Ну и придадим ботинку внешний вид. Более такой похожий на ботинок. Вот так вот. Здесь верхнюю часть можно подтянуть немножко. И потом в процессе уже это все дело доработается. Пообрежется. Где-то долепится. Вот что-то так вот получается. Теперь все это дело. Ctrl Shift Stream Rect. Можно обрезать. Вот так вот. Вот уже в принципе башмак получается. Опять же форму потом ему придадим. Это уже не проблема. Это вот будет пока заготовка. Так, теперь опять же Modify Topology Mirror and Well. Все, обувь установлена. Теперь нам нужны штаны. Заходим на тело. Маскируем вот эту вот так вот часть. Пониже. И вот так вот еще ее делаем вот здесь. Вот таким вот образом. Заходим в экстракт. Подключаем дублирование. И жмем экстракт. Если толщина нам подходит от этого всего настройки, то оставляем и жмем Ацепт. Если нет, то можно прибавить толщину. И вот будет уже штаны вот в таком виде. Но это слишком толсто. Толстовато. Маловато. Аккуратно подгоняйте, вымеряйте. Жмем Ацепт. Так, наметка штанов у нас есть. Переключаемся. Снимаем маску. Переключаемся на тело. Тоже снимаем маску, которую мы нарисовали. Вот эта заготовка готова. Теперь нам нужны очки. С чего мы будем делать очки? Очки мы будем делать в тулах. Возьмем цилиндр. Перейдем в инициалайз. Перевернем его. И сделаем, как по прошлым видео, пустоту. Вот где-то вот так. Тонко слишком не делайте. Чтобы очки более-менее смотрелись. Вот где-то в таком вот духе. Так, все. Теперь заходим, жмем Make Polymesh. Заходим теперь на нашу модель. Вот она. Ориентир обувь. Здесь будет лицевая. Не теряйтесь на модели. Теперь жмем Append. И находим именно вот эту вот нашу заготовку. На нее переключаемся. Заходим в Geometry. Size. И вот так все это дело уменьшаем. Можно опять же включить прозрачность. С помощью Move все это дело мы выводим вперед. И с помощью ротации можно это все дело перекрутить. Вот так. Теперь делаем этой заготовки Dynamesh. Можно с одним глазом сделать миньона, но будем делать с двумя. В бок уводим и сайзом корректируем именно размер вот этого нашего глаза. Теперь с помощью Move уводим чуть-чуть вглубь. Отключаем прозрачность. Смотрим как, что тут получилось. Так. И немножко нужно именно подать в бок. Чтобы вот эта срезка потом у нас была более нормальная. Так. Вот где-то в таком духе. Чуть-чуть еще можно вот так вот вперед вывести. Теперь Ctrl-Shift. Ставим Trim Circle. И вот так все это дело обрезаем. Вот такие очки получились. Заготовка опять же. Вот такая штука. Теперь опять же Modified Apology Mirror and Well. Вот уже что-то прикольное получилось. Ну а теперь нам нужен глаз. С чего сделаем глаз? Жмем Open. Жмем сферу. Переключаемся на нее. И повторяем опять же Geometry, Size. И уменьшаем размер. Опять ставим прозрачность. С помощью Moff вытягиваем глаз в заготовку очков. Вот именно вот в эту часть. Здесь будет зеркалка. Ну и теперь давайте прибавим в размере и уведем в глубь. Вот где-то так. Смотрим, как все это тут у нас выглядит, внешний вид. Вот вы видите, что глаз заходит на именно очки. Это неправильно. Чуть-чуть надо уменьшить. Вот до таких хотя бы размеров. И вот этот глаз чуть-чуть вот так вот здесь откорректировать. Вот так вот. Снимаем прозрачность. Смотрим, что тут да как. И еще немножко ее выравниваем, корректируем. Вот так вот это дело получается. Жмем Modify Apology, Mirror and Drop. Наш персонаж получил глаза. Следом, что нам нужно сделать? Нам нужны руки. Заходим опять же в Subtool. Жмем Append. И находим сферу. Переключаемся на нее. Geometry, Size. Опять же уменьшаем. И с помощью Moff вытягиваем вот на эту сторону. Смотрим, как она по размеру. Чтобы не была слишком большой. Еще немножко вот так вот уменьшаем. Вот таким образом. И тут можно уже поработать обрезкой или полишем. Давайте поработаем обрезкой. Вот такая заготовка получилась. Ее можно выгладить и сделать Dynamesh. Что тут с полигруппами? Делаем Ctrl W одну полигруппу. Так, и следом, наверное, опять же добавим. Можно цилиндр добавить. А можно добавить опять же сферу. Давайте добавим цилиндр. Переключимся на него. Переключимся на него. В геометре опять же повторяем Size. Опять же Moff вытягиваем, уменьшаем. Опять же делаем чуть-чуть побольше. И опять же корректируем толщину. Вот так все это получается. И делаем ротацию. Ставим в такую позу модель. С помощью Moff все это дело вытягиваем. И с помощью Moff все это подставляем именно к перчатке будущей. Чуть-чуть ротации можно повернуть. Вот так вот. Все, пусть пока повисит палец. Переключимся именно вот на нашу кисть. С помощью Moff все это дело чуть-чуть вытянем. Где-то сплюснем, где-то подтянем. Чтобы придать более-менее вид кисти. Вот так вот. Потом ее можно пролепить, доделать. Это уже не проблема будет. Ставим вот так вот. Переключаемся на палец. Можно его вот так чуть-чуть вытянуть. Шифтом сгладить. Можно Skyl уменьшить немножко его размер. И что делаем теперь? Ставим Moff. Ставим Control. И вот так вот перетягиваем. С помощью ротации вертим. Ставим Moff. Близко пальцы слишком не ставьте. Потом можно будет с ними еще поработать. Чтобы не мешалось ничего. И опять же ротация. И опять же Moff. Вот так вот все это дело перетягиваем. Жмем Control W. Отделяем два пальца. И вот так все это дело здесь можно подкорректировать. Вот таким образом. И опять же можно их выгладить. И с помощью Skyl чуть-чуть можно их увеличить, уменьшить. Это вот смотрите уже по модели. Как она будет смотреться. Вот все. Заготовка готова. Теперь следом делаем Mirror and Well. Modified Apology Mirror and Well. И кисти Modified Apology Mirror and Well. Вот так вот. Так. Заготовка готова. Вот такой в принципе получается Minion. Быстро вы видите, что модель очень проста. Переключаемся на тело. И давайте сделаем рот. Рот можно опять же углублять. Делать зубы, мимику. Но сделаем попроще пока. Ставим кисть стандарт. Уменьшаем Draft Size. Ставим The Sat. Вот этот. И вот так вот все это дело прорисуем. Просто сделаем улыбку. Следом, что нужно сделать? С очками уже как работать. Если вам будет интересно, как сделать очки полностью один в один, допустим, как у Minion. Это я уже рассмотрю в следующем видео. Пока рассматриваем именно болванку и принципы, из чего состоит именно Minion. Так. Лямку. Что здесь лямку, что на очки лямку. Можно первый способ как всегда нарисовать. Вот так вот. Опять же смотрите толщину кисти, чтобы она большая не была. Вот так вот. И все это дело можно сделать экстрактом. Жмем экстракт. Большеватая лямка. Снимаем маску. И давайте попробуем ее нарисовать чуть поменьше. Вот таким вот образом. Вот. Уже смотрится приятнее. Так как. Жмем Ацепт. Снимаем маску здесь, на теле. И маску снимаем именно на лямки. Следом делаем наши лямки Dynames. Добавляем Ctrl D, чтобы лучше было с ней работать. И деформацию делаем Polish. Так. Теперь переключаемся на Moff Topology. И уже здесь можно лямку эту корректировать. вытягивать на штаны. Здесь потом будет пуговица. Вот так вот. Придавать ей изгиб, внешний вид. Это уже выгладить можно. И вот сюда вот так вот ее вытянуть. Писть можно сделать побольше. Если надо, где-то вот так вот припустить. Вот таким вот образом. Уже подкорректировать. и еще уменьшить где-то. Сделать более симметричную, красивую. Вот так. Руку можно еще дальше потом будет передвинуть. Или оставить на этом уровне. Это уже так пойдет. Так. Все. Лямка есть. заходим в геометрии и делаем Modify Apology Mirror N2L. Снимая предварительно дивайды. Так. Все. Вот такая вот политика. Как можно сделать очки? Лямку на очки? Можно сделать таким же образом. Вот так нарисовав и сделать экстракт. Самый простой способ. Но можно сделать очки с помощью Control. Так. Открываем кисть и находим вот этот Curve Tape Snap. Я уже показывал, что это за кисть, как она работает. И вот так вы ее начинаете вести. жмете Shift. Мал-мал корректируете. Вот таким вот образом можно поставить. Уменьшить теперь можно размер и с помощью ротации вот так вот Control Z перекрутить. С помощью Moff приподнять. Увести и подкорректировать как тут уже она станет. Можно уже двигать. Снимаем курву. Нажимаем на любой на модель. Снимаем маску. И теперь надо вот это дело все отделить. Чтобы потом можно было с ней работать. Заходим Split. Жмем Split to Pairts. Жмем ОК. Вот наша лямка отделилась. Голова отдельно. никаких лишних частей. Вот вы видите что она и тут появилась. Тут уже переключаемся на нее и можно поставить прозрачность и вот это дело все. Ctrl Shift и вот вот обрезать чуть поменьше уберите чтобы ее можно было двигать. Все. Вот такая штука получается. жмем Ctrl W и можно всему этому сделать ZerrMesh или Dynamesh. Делаем Dynamesh. Жмем Ctrl D чтобы лучше смотрелась деталька и потом ее можно уже доработать. Можно вот так даже поставить и опять же вот так все подкорректировать. Делаем Делаем вот так она уже будет красивее смотреться. Опять же Ctrl W можно сделать Dynamesh. Теперь как можно сделать глаза. Переключаемся на наши глаза. Их нужно еще найти. Вот так вот. И какой вариант может быть. Включаем Polish можно Planner можно Polish и вот так все это дело нарисовать. Также все это дело можно вдавить или вырезать или уже на ваше усмотрение какой будет способ у вас. Можно вот это все подровнять с помощью допустим Polish. Вот так вот. Если Polish у вас не откорректирован можно его именно в кистях во вкладке Depth вот это чуть чуть припустить ниже глубину откорректировать и вот так все это дело отметить. так ну вот такой миньон заготовка получилась давайте сделаем теперь карман карман делается просто опять же делаем маскирование вот так вот следом маску можно взять круглую и немножко его так вот так пардон вот так это все дело наносим карман большой не делаем вот где-то так теперь делаем Ctrl и и можно его сделать вот таким вот образом смотрите чтобы сзади он тоже не проявлялся он там не нужен ставим Move и вот так все это дело можно чуть-чуть вытянуть а потом все это дело сгладить и доработать можно опять же сделать экстрактом вот вот так все это дело можно подкорректировать а вот эти части можно дорисовать это берете стандартную кисть ставите зад вот этот и вот так вот уменьшив драфсайз интенсивность тоже подкорректируйте как вам надо и вот здесь вот так вот можно нарисовать так интенсивность большеватая вот так вот чуть-чуть сгладить и вот здесь тоже чуть-чуть подгладить вот таким вот образом и сделать модифит аппарат же мира энд вот уже тонишки у пацана есть нормальный вот так вот делается болванка миньона если вам понравилось ставьте лайк кому нет дизлайк кому интересно как сделать пуговицы допустим кто это заходим и мы кисть находим можно свою кисть сделать пуговиц кстати в интернете можно скачать альфы пуговиц и сделать свою пуговицу вот она есть пуговица жмем м выбираем какую нам надо и просто ставим вот сюда смотрим поле группы жмем control w снимаем маску и вот такие получаются пуговицы делаем mirror and well и сделаем dynames вот уже миньон у нас получается с пуговицами также если берем лямку вот она лямка делаем пуговицу на нее вот таким вот образом снимаем маску и можно это все дело опять же отделить split to perks ок вот у нас одна часть пуговицы получается вот вторая вот третья все это можно теперь или работать отдельно или сделать merge 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 down ок 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 и еще раз ок теперь добавляем этой пуговицы ctrl d ctrl d чтобы она четко смотрелась вот такая получается простенькая смотрим какая у нее сетка все пойдет не любит она дайна mesh так что можно сделать свою пуговицу уже чтобы она не разваливалась или оставить эту пуговицу все всем пока До свидания.